Теперь по поводу элементов взаимодействия с пользователем. В идеале на лендинге у вас должны взаимодействовать с пользователем только кнопки. Причем кнопки не обычные, а кнопки, которые только отправляют заявки. Все остальное желательно, чтобы не работало, вообще не работало. То есть было статично, не работало по взаимодействию с человеком. Даже фотографии, если он хочет открыть, лучше их не открывать. Потому что очень любят люди посмотреть фотографии. Вы в ВКонтакте чем занимаетесь? Смотрите фотографии. Вы что еще в ВКонтакте делаете? Переписываетесь. Потом вы что-нибудь еще делаете. Но ВКонтакте вы ничего практически не покупаете. То есть если только вы увидите какой-нибудь пост прикольный, перейдете и там где-то что-то купите. Все. В основном взаимодействий очень много. То есть зайти туда-сюда, на сайте тоже очень много взаимодействий. Из-за этого и конверсия на сайте каждый раз падает. Все меньше, 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 меньше. Потому что все больше и больше напихивают в сайт. Идеально, если, конечно, у вас на сайте только кнопка «Просчитать» или у вас есть поля, которые надо заполнить. Их надо... Попробую сейчас объяснить, надо что-то показать. Вот, покажу. Тоже идеальный вариант. Вот этот блок. Внимание, оценка производится реальным человеком в течение двух минут. Оценка квартиры. Что хотите продать? Квартира. Окей. Площадь квартиры человек вписывает. Ну, тут можно выбрать еще площадь. Адрес по желанию. Вписываете, замечательно. Телефон, количество комнат, район Москвы, этаж и этажей в доме. Все. Здесь, да, большая форма. Кстати, об этом я раньше говорил, что формы не должны быть большие. Но вот в выкупе, как бы смешно ни звучало, люди не то, что оставляют телефоны 50 на 50, 50% вставляют просто заявки, 50% людей, вот, исполняют эту форму. То есть, оставляют этаж, адрес, ну, в принципе, приходи, обворовывай. Но вот, как бы смешно ни звучало, оставляют. И это хорошо, потому что здесь написано УТП. Оценка производится реальным человеком в течение двух минут. И если они в течение двух минут реально человек перезвонят и скажет, сколько стоит квартиру, это круто. Да, не факт, что человек купит. Ну, потому что он, в принципе, спрашивает оценку квартиры. Тут прямо так и написано. Но зато вы получите его телефон, и вы можете его окучивать в течение недели, двух, трех и так далее. Кстати, вот здесь как раз фон, который, в принципе, ни к чему не привязан. Ну, Москва-Сити, ну, замечательно, что. И все. Но он не привязан никак к... Здесь идет акцент именно на форму. То есть темный фон, он может быть даже просто серым, темно-серым. Самое важное, это здесь форма, на которой идет акцент. Ну, и кнопка рассчитать стоимость квартиры. Кнопка одна, заметьте. Кнопки здесь только одним занимаются, только заказывают звонки, выставляют счета, хотел сказать, выставляете счета, получить консультацию, заявки различные. То есть здесь нет ничего лишнего. И я вам рекомендую тоже этим заниматься. Фотографии, ну, хочет человек потыкать, ну, потыкает, молодец. Но открывать их, галереи делать, может быть, надо, конечно. Но в таком маленьком проценте случаев, что, ну, лучше, опять же, не заморачиваться. Даже здесь. Может быть, люди где-то ищут какие-нибудь тут, открывают фотографии. Но в большинстве случаев они даже сертификаты не открывают. То есть, вот вы показываете сертификаты, в принципе, увеличивать сертификаты даже смысла нет. Потому что, ну, зачем человеку там что-то смотреть, что он там в этих сертификатах должен найти. Идеально, когда вот картинка, она в половину лендинга, не в полуэкрана, в половину лендинга. И все понятно. Зачем ее увеличивать? То есть, он что, слепой человек. Достаточно этого вполне. Все. Это идеально. Еще крутилки. Крутилки, крутилки. Где-то я не помню, на каких лендингах я видел крутилки. Крутилки не есть гуд, тоже, я считаю. Потому что, как только человек начинает крутить фотографии, вот эти галереи, он не знает, где конец этих фотографий. Он будет крутить до упора. Он серьезно. Пока ему не надоест. А потом он забудет, зачем он пришел на сайт. И ладно, пойду-ка я покушаю. Или чем-нибудь таким займусь. Хорошо, если некрасивая женщина на сайте, и он не будет грязными делами заниматься. А, кстати, по веб-визору это видно, что некоторые мужики чем-то плохим занимаются на сайтах, когда видят, что есть какая-нибудь девочка, либо уходят по данным ВКонтакте, если они есть. Еще хуже, если прямо на сайте. Тоже смешно, но факт. Есть. Чего я только за четыре эти года не видел. Лучше вам не знать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.